МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие ребята! Это передача «Дети на планете». И я, ее автор и ведущая, писатель Наталья Осипова. Сегодня мы с вами поговорим об одном очень интересном рассказе, который написал замечательный писатель детский Николай Носов. Что это за рассказ? А вот об этом нам поведает моя пушистая телеведущая, кошечка Телемоти. Она как раз сейчас говорит с ребятами об этом. Давайте послушаем разговор. Ты знаешь, кто такой Николай Николаевич Носов? Здравствуй, Мотя! Конечно же, я знаю, кто такой Николай Носов. И другие дети тоже. Это советский писатель. Его самый известный персонаж – сказочный человечек Незнайка. Ещё Николай Носов писал короткие весёлые рассказы, которые публиковались в журнале «Мурзилка». Это такие рассказы, как «Фантазёра», «Живая шляпа», «Мишкина каша». Николай Николаевич Носов – это знаменитый детский писатель. Кирилл, его композиция мне очень нравится. Кирилл, а какие произведения писателя ты знаешь? Я знаю разные произведения. Например, «Прятки», «Фантазёр», «Мишкина каша» и так далее. Мне эти произведения нравятся тем, что в них найти можно что-то поучительное. И в них даже есть какие-то шутки. А ты, Тигран, какие рассказы Николаю Носову читал уже? «Миляционер», «Огурцы», «Живая шляпа», «Я помогу», «Ступеньки», «Мишкина каша» и так далее. Хорошие книги. «Приключения Незнайки» – это, наверное, его самый популярный рассказ. Его прям все знают. Еще «Живая шляпа», «Фантазёры», «Огурцы». А еще... А, «Бобик» в гостях у Барбоскина. Чем же вам, ребята, нравятся все эти произведения? Потому что там рассказывается о приключениях персонажей «Смешная история Мишкина каша» или «Приключения в Незнайке солнечном городе». Ее мы причитываем по несколько раз. И еще эти рассказы они учат. После всего мне в этих рассказах нравится то, что они смешные и веселые, но зато еще и поучительные. «Молодцы, ребята!» Раз уж вы такие начитанные, задам вопрос посложнее. Как называется рассказ Николая Носова, в котором есть такой текст? Вдруг смотрю, крышка на кастрюле приподнялась, и из-под нее каша лезет. «Мишина каша». Правильно. А как звали героев рассказа? А, героев звали Мишка и Коля. Что предложила мальчикам мама, оставляя их на даче? «Самые легкие блюда. Суп и каша». Хотя, мне кажется, что самое легкое блюдо, которое можно приготовить самостоятельно, это яичница. Хороший вариант. Я тоже люблю яичницу. Но почему Мишка не прослушался к объяснению мамы, как варить кашу? Потому что он думал, что он видел очень много раз, как ее мама варила кашу и все уже знает. Ну, потому что он сказал, что все умеет, все знает, сто раз уже готовил эту кашу. Стал ли Коля запоминать, как варить кашу и почему? Нет, не стал, потому что он понадеялся на своего друга. Он думал, что он все умеет, все знает, сто раз уже это готовил. Но нет. А куда отправились ребята утром, после ухода мамы? Что взяли с собой и когда возвратились? После ухода мамы ребята отправились на речку, взяли с собой хлеба, варенье, выкупались и позагорали. Порыбачили, конечно, лов был не очень хороший, 10 пискариков поймали. Вернулись домой вечером. Голодные были, уставшие, спать хотелось. Ой, как интересно. А можно послушать маленький отрывочек из рассказа Мурмял? Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку, рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей. Постой, говорю Верну, а обед кто будет варить, если мы на реку идем? Чего там варить, говорит Мишка. Одного дня съедим весь хлеб. А на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть. Спасибо, Кирилл. Хорошо читаешь. Так бы и слушала целый день. Но, кажется, пора мне уже уступить место нашей второй ведущей Наталье Осиповой. Потому что у меня, честно говоря, вопросы все закончились. Да, а у меня вопросы только начались. Вот, например, мне интересно узнать, кто из мальчиков взялся варить кашу. И почему? Почему именно он? Ну, конечно же, Мишка, потому что он захвастался, что все умеет и все знает. Ну, взялся он варить кашу, и хорошо, но почему мальчики подумали, что кастрюля дырявая? Как этот момент в рассказе описывается? Кто-нибудь может прочесть мне? Мишка, говорю, даже вода одевалась. Совсем сухая крупа. Не знаю, говорит, я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюле? Стали мы кастрюлю осматривать. Никакой дырки нет. Так что же все-таки произошло? Сухая крупа принялась впитывать влагу, и мальчикам все время надо было доливать воду. И это удивило их настолько, что они подумали, что кастрюля может быть дырявой. И как же Мишка объяснил свою неудачу с приготовлением каши? Кого в этом он обвинил? Неудачи с кашей Мишка тут же свалил на Колю. Ведь это он попросил насыпать побольше крупы. Есть очень хочется. А вот мне, например, интересно, почему, несмотря на все неудачи, Коля все равно верит другу? Какой у Коли характер? Потому что он верит ему и доверит своим друзьям. Но на самом деле надо еще полагаться только на себя. Коля хороший и надежный друг. Он довольно терпеливый и послушный. Коля привык доверять Мишке. И поэтому доверил ему приготовление еды. А теперь скажите мне, какой у Мишки характер? Надолго ли он приуныл после неудачи с кашей? Вообще Мишка молодец. Хоть он и хвост у Мишка, но зато никогда не сдается и не унывает. Прям как я. Не получилось каша? Придумал приготовить пискарей. В Мишке характер доброжелатель. Он, конечно, не всегда думает перед тем, как сделать. У него самоуверенность, оптимизм. В характере Миши чувствуется упорство в достижении своих целей. Но в целом, я думаю, что он мальчик очень веселый и добродушный. И очень позитивный. Он не сдался после первой попытки приготовления каши, а наоборот, принялся жарить пискарей. А после был готов опять взяться за приготовление каши. Ну, а когда Коля наконец-то берет ситуацию в свои руки и чувствует себя уже ответственным за происходящее, как на это реагирует Мишка? Мишка не принес воды, а вместо этого утопил ведро и веревку. Тогда в Колиной голове стали зарождаться идеи, как исправить ситуацию. Мишка был очень удивлен. Он не привык к инициативе друга, но не стал препятствовать его планам. Да, находчивый парень. И что в результате получилось у Мишки с жарением пискарей? Чудаки мои, говорит Мишка. У нас же пискарей есть. Я говорю, нехогда теперь уже с пискарями возиться. Скоро светать начнет. Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро. Раз и готово. Ну, давай, говорю, все быстро. А если будет как каша, то лучше не надо. В один момент, вот и видишь. Мишка почистил пискарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась. Пискарей и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пискарей от сковородки ножом. Все бока ободрала. Умник, говорю. Кто же рыбу без масла жарит? Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом, долил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтобы поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало. Вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печени. Масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме ни капли нет. Так оно и горело, пока все масло не выгорело. В комнате дым и смрад. А от пискарей под ним угольки остались. Конец. Да, вот так поели рыбки. А ребята, скажите мне, чем заканчивается эта веселая история? И что каждый из мальчиков понял для себя? История эта заканчивается тем, что они голодные и идут к своей соседке. И просят ее приготовить покушать. Потому что сами не смогли ничего сделать. Не сварить кашу, не пожарить пискарей. Чуть даже дачу не спалили. В результате они поняли, что не нужно бояться того, что ты чего-то не умеешь. И лучше попросить, и тебе все объяснят. Эта история заканчивается хорошо. Ребята приняли разумное решение обратиться за помощью к тете Наташи. Хозяйка дома досыта накормила ребят. А в благодарности они пропололи грядки на ее огороде. Ребята уяснили для себя, что некоторые вещи на практике сложнее, чем это может казаться. Я думаю, что Коля уяснил для себя, что не нужно полагаться на других и не нужно очень сильно доверять другому. Потому что если другой не запомнит что-то, то можно все провалить и ничего не повесить. А я думаю, что Миша уяснил, что надо полагаться еще на себя, а не на самоуверенность и все запоминать, когда ему говорят. Судя по вашим ответам, наверное, не только герои рассказа, но и вы, ребята, кое-что для себя уяснили. А история про Акашу на этом закончилась, как, впрочем, и заканчивается сейчас наша передача. Ну, все-таки, как всегда, я оставила напоследок свой самый любимый вопрос. Он звучит так. Какие пословицы и поговорки могут передать суть рассказа Николая Носова «Мишкина каша»? «Без труда не вынешь рыбки из пруда». «Без хорошего фундамента дом не будет стоять». Мне кажется, что пословица «На друга надейся, сам не плашай» подходит к этому рассказу, так как Коля все-таки стоило послушать маму, а не слепо надеяться на знание умения Мишкина. Ну, например, «Поспешишь, людей насмешишь» или «Сам кашу заварил, сам и расхлёбывай». Ну что ж, ребята, замечательные поговорки вы вспомнили. А я, Наталья Осипова, хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче и попрощаться до следующей. До свидания, дорогие мои. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»